Жилищный отдел отметил новоселье неделю назад. На стендах у кабинетов специалисты уже размещают необходимую посетителям информацию о различных льготах и государственных программах поддержки населения. Это помещение, располагающееся на первом этаже многоквартирного девятиэтажного дома, отремонтировано. Сделан пандус для инвалидов-колясочников. В просторном коридоре очередь из будущих счастливых новоселов. Очередников на получение сертификата на выплату пособия для строительства или приобретения жилья. Хочется отметить и выразить благодарность в первую очередь нашему главе муниципального образования город-город Анапа Сергею Павловичу Сергееву. Ну и всем, кто принимал участие в осуществлении этого ремонта, всем службам нашей администрации. Сейчас, как вы видите, уже и для граждан удобства большие. И для нас, как работников, то есть тоже отдельный кабинет у каждого практически специалиста. То есть в спокойной обстановке можно доступно объяснить, принять человека, дать ему консультацию. Но промышленно, конечно, у нас таких условий не было, и людям было тяжело, было много нареканий и жалоб. По социальной федеральной программе развития села сертификаты на строительство или приобретение жилья в сельской местности получили сегодня 7 анапчан. Она по одним из первых муниципальных образований в нашей стране начала участвовать в данной программе. И с 2009 года уже 22 семьи получили выплаты в размере миллион и более рублей на приобретение жилья. Это очень хорошо, что молодые семьи поддерживают, то есть мы можем прийти, нам расскажут, помогут. Это очень-очень хорошо. Это вообще было для нас сюрпризом, можно сказать. Я когда узнала, что есть такая программа, я устроилась на работу по читальону специально. У меня ребенку было 4 месяца, когда я пошла работать, младшие дочки, это у меня старшие. И здесь работают чуткие, внимательные специалисты. Мы благодарим Людмилу Алексеевну Красовскую. Она нас терпеливо выслушивала, подсказывала, направляла, если мы задавали вопросы и доедали со звонками. В общем-то, спасибо. Это наша работа. Право на выплату по этой программе имеют те, у кого нет своего жилья, но есть собственные средства на его приобретение в размере 30%. 70% выдаёт государство. И 5 лет получатель сертификата обязуется работать и жить в сельской местности. Ограничений по возрасту для участников этой программы нет. Программа развития села пользуется успехом. На уровне правительства страны решается вопрос продлить её до 2020 года. И следующие 7 претендентов на выплату в 2014 году уже определены. Новых счастливчиков жду для консультации в жилищном отделе по адресу. Улица Крымская, 185. Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Анапа-Регион.